У нас почему такая большая безработка? Потому что никто не работает. По самым скромным прогнозам, лишиться работы в России могут более 10 миллионов россиян. В основном жители столицы городов-миллионников, считают эксперты. Способно ли государство справиться с таким наплывом безработных, которого страна не видела с 90-х годов? Каждое третье предприятие малого бизнеса отмечает, что при снижении потребительского спроса сможет продержаться не более одного квартала. Причем более половины предпринимателей отдают себе отчет, что после банкротства снова открыть бизнес в ближайшее время они не смогут. Значительная часть затрат малого и среднего бизнеса в России — это аренда. Запрет на массовые мероприятия не освобождает владельцев точек общепита и развлекательных заведений от платы за снимаемые площади. Хотя правительство предоставило отсрочку тем, кто арендует государственные площади, но большинство предпринимателей пользуются коммерческой недвижимостью и не получили никаких льгот. Многие предприниматели развивали свой бизнес на заемные средства. Есть существенный риск, что они не смогут вовремя расплатиться с банками. Но никто из банкиров почему-то не заявил о том, что готов пойти навстречу и заморозить платежи и не начислять штрафы. Мнение старшего научного сотрудника лаборатории исследований пенсионных систем и актуального прогнозирования социальной сферы Ран Хиггс Виктор Ляшов. Численность безработных будет постепенно нарастать. Пиковое значение будет сложно прогнозировать, но оно будет зависеть от того, насколько продолжительная кажется эпидемия. И какими к тому времени будут цены на нефть. В ближайшее время на рынке труда не появится новых вакансий. Будет сложно устроиться вообще на какую-либо работу. Останавливаются целые отрасли, а не отдельные предприятия. Если пандемия продолжится больше двух месяцев, абсолютное большинство обанкротится. А на это и сотрудники будут уволены. По самым пессимистичным прогнозам, без работы могут остаться до 20% россиян. Какие-то меры государство уже предпринимает. Кредиты для бизнеса под 0% на зарплаты сотрудникам. Субсидирование зарплат на уровне МРОД для пострадавших отраслей. Но по факту банки дают такие кредиты очень неохотно. Не понимая, сможет ли бизнес их вернуть. Что касается субсидирования зарплат, идея, конечно, хорошая. Но не факт, что малый бизнес потратит эти деньги на работников. Государство обозначило, что готово поддержать людей и бизнес. Но выстроить рабочий механизм раздачи денег очень сложно. Подняли пособие по безработице. Но как зарегистрироваться в службе занятости? Да, можно дистанционно. Но, во-первых, нужно иметь аккаунт на госуслугах, который есть не у всех. Во-вторых, как показать, что ты уволен? Такие данные должны быть в Пенсионном фонде России. Но для этого работодателю нужно подать сведения. Как это все будет организовано, совершенно непонятно. Службы занятостей привыкли работать в довольно расслабленной обстановке, когда только четверть от всех безработных приходит за пособиями. Сейчас начался вал обращений. Почти 180 тысяч новых заявлений за неделю. Всего, по словам министра труда Катякова, их уже более 700 тысяч. Не уверен, что служба занятости справится. Сайты уже не выдерживают. Идеальной схемы адресной поддержки я не вижу. На первых порах все будет так же, как с введением пропусков. Конечно, можно прибегнуть к вертолетной раздаче денег абсолютно всем. Но здесь больше минусов, чем плюсов. Не знаю, как будет развиваться ситуация, сыпать деньгами и опустошать государственные фонды – не лучшая идея. Как только начнут снимать ограничения, я думаю, произойдет довольно быстрое восстановление экономики. Пострадал в основном малый бизнес, но в этом сегменте есть такая особенность. На месте закрывшегося тут же появляется новый. Кроме того, сейчас, чтобы не сидеть без денег, люди просят работодателей уволить их на период самоизоляции в надежде пережить это время на пособие по безработице. Фиктивное увольнение вместо неоплачиваемого отпуска – самая рациональная для работника схема. Но как только все закончится, большинство из них вернутся на прежние места. Правительство так хитро сделало формулировку самоизоляции. Они не ввели ЧП, они не ввели карантин, они не ввели какие-то форс-мажорные обстоятельства. Потому что если бы они ввели юридически значимое понятие как чрезвычайное положение, это было сразу бы вызвано и определено как форс-мажор. И это дало бы право работодателям уволить работников. То есть сегодня мягко переложили вот эту всю ситуацию, которая есть на работодателей, запретив им увольнять. Почему? Если сейчас уволят, соответственно, трудовой кодекс на стороне работников. И все эти суды стопроцентно будут выиграны в пользу работников. Вся волна, по моему представлению, начнется как раз после окончания самоизоляции. Вот потому что ресурс оплачивать иссякнет, не потому что они злодеи. Просто не будет таких возможностей. А вот что думает по этому поводу профессор МГУ, директор региональной программы Независимого института социальной политики, эксперт московского представительства Международной организации труда Наталья Зубаревич. Посыпалось все, кроме продовольствия, алкоголя и телекоммуникационных сервисов. Самый большой удар пришелся на сектор рыночных услуг, которые концентрируются в столицах, городах-миллионниках и крупных областных центрах. Именно там рост безработицы будет особенно заметным. Вопрос в том, как это будет администрироваться. По-хорошему, на учет нужно ставить всех, в том числе самозанятых и работников неформального сектора, которые тоже сидят сейчас без денег. До сих пор пособия получали менее 600 тысяч человек на всю страну. Сейчас вылетят с работы, по самым скромным оценкам, более 10 миллионов россиян. В основном жители крупных городов. Не все из них будут формально безработными. Кого-то отправят в неоплачиваемый отпуск, а оформят простой или неполную занятость. Но по факту эти люди будут сидеть дома без денег. Такой безработицы мы не видели с 1990-х. Лучшее, что может сделать сейчас правительство, массово оформлять всем пособия как минимум на 3 месяца, без предварительных условий по онлайн-заявлениям. Но чтобы миллионы людей обеспечить пособиями по безработице, у нас должна быть структура, способная переварить все эти заявления. Служба занятости с такими масштабами работать не в состоянии. Нужно перенастраивать систему и делать это быстро. У большинства россиян нет накоплений. Если этот вопрос не решить в течение апреля, уже в мае будет серьезная напряженность. Никакие мегапроекты от безработицы нас не спасут. На стройке века собирали работяг из села. Можете себе представить девушку из парикмахерского салона или турфирмы на стройке века. Кроме того, у государства просто нет на такие проекты денег. При нынешних ценах на нефть у нас уже 4 триллиона рублей выпадающих доходов из федерального бюджета. При этом не стоит забывать, что пособие по безработице – это федеральные полномочия, федеральные деньги. У регионов средств на это просто нет. Они не могут даже перепрофилировать больницы для оказания помощи больным с коронавирусом. Кроме того, власти должны выделить дополнительную помощь субъектам, у которых сейчас дико просядет бюджет. Когда люди миллионами теряют рабочие места, регионы теряют НДФЛ. Вы представляете, какая будет разруха? Федеральные власти очень этого не хотят, но им придется раскошеливаться. Нам говорят, нет, мы не хотим выдавать деньги напрямую. Не будем мы 3 триллиона тратить, хотя очень абсурдно сопротивляться. Пошлите по датскому пути. Пошлите по датскому пути. От 75 до 90% всех зарплат датчан, как я уже сказал, правительство страны взяло на себя. Что мешает? Что мешает? Чего мы боимся? Деньги есть. Почему такая инертность? Вот уже дни, понимаете, каждый день ценен, каждый день ценен, каждый час ценен. Конечно, когда снимут ограничения, малый бизнес, на который пришелся основной удар, так или иначе восстановится. Главный вопрос, когда? У нас по всем оценкам, которые я видела, в 2020 году доходы населения упадут уже на 7%. Когда у людей падают доходы, сжимается спрос на сервисы. Если сейчас россиян не поддержать приличными выплатами со стороны государства, мы убьем не только занятость, мы убьем платежеспособный спрос. Он будет восстанавливаться медленно, просто потому, что у людей нет денег. Так называемый малому и микробизнесу нужны только каникулы налоговые. Другое ничего не спасет, потому что малый микробизнес, у него нет никакой подушки. И реально сейчас обрушилась выручка, просто вот как Татулова, например, сегодня Настя говорила, выручка, она не просто сползла как-то, так скажем, медленно за какое-то время, она просто обрушилась. Просто у микро и малого бизнеса, просто сейчас денег нет. Предприниматели уже готовы уже либо закрыть предприятие, либо принудить просто людей написать заявление об уходе с работы. Они прекрасно понимают, что сотрудники сейчас уже никуда не пойдут. А если пойдут, то куда? Ну хорошо, трудовая инспекция куда-то придет. Куда она придет? В закрытым дверям? Сейчас в крупных городах один за другим схлопываются достаточно развитые бизнесы, которые делали люди с опытом, с компетенциями. Конечно, когда самоизоляция закончится, можно будет начать все заново, но кредитоваться будет трудно, риски большие и число охотников поубавится. Мы потеряем градообразующую отрасль. Эпидемия, самоизоляция со всеми вытекающими последствиями отбросят нас в середину нулевых. И напоследок мнение замдиректора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислава Капелюшникова. Разворачивать какие-то глобальные проекты для борьбы с безработицей – это великая глупость. И давно уже нигде никто так не делает. Если вы хотите занять людей за государственный счет и разворачиваете крупные проекты, куда идут основные деньги? На закупку материалов. Поэтому программы общественных работ в таком виде давно вышли из употребления. Государству необходимо будет вмешиваться только в том случае, если возникнет катастрофическая ситуация с безработицей. Я полагаю, этого не произойдет. Важно понимать, что это рукотворный кризис, который создан запретами и ограничениями со стороны государства. Как только закончится самоизоляция и откроется экономика, бизнес сразу пойдет резко вверх, как на дрожжах. Конечно, какие-то предприятия разорятся, но их заменят новые. Малый бизнес на то и малый, что растет как трава. Трудно придется только тем отраслям, которые предполагают большое скопление людей, поскольку россияне еще долго будут опасаться таких мест. Это общепит, кинотеатры, развлечения. Людям нужна поддержка во время изоляции, а после того, как все закончится, людям нужно просто не мешать. В последние годы мы сосредоточили усилия на укреплении макроэкономической устойчивости. Я только что об этом упоминал. Федеральный бюджет вновь стал профицитным. Наши государственные резервы уверенно покрывают совокупный внешний долг. Говорю не о каких-то абстрактных, отвлеченных показателях. Они прямо, хочу это подчеркнуть, прямо связаны с жизнью каждого человека в нашей стране, с выполнением социальных обязательств перед людьми. Мы видим, с какими проблемами, даже потрясениями сталкиваются граждане тех государств, где подобной подушки безопасности не было. Где такой фундамент оказался зыбким. В фонде национального благосостояния 8 триллионов 300 миллиардов рублей. Это не считая федерального бюджета. У нас золотовалютные резервы 580 миллиардов уже долларов. У нас деньги есть. Пришло время их тратить. Нам все эти годы рассказывали, что это на черный день. Так вот, для миллионов российских семей он, этот черный день, наступил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова